В понедельник вечером наша съемочная группа побывала в Малиновской райадминистрации, где расположился окружком 134-го избирательного округа. По сообщению доверенных лиц одного из кандидатов в Верховную Раду, члены комиссии, не доделав свою работу, разошлись по домам. В ситуации разбиралась Наталья Костенко. Половина 11-го вечера. В Малиновской райадминистрации нас встречают три представителя правоохранительных органов и два доверенных лица одного из кандидатов в депутаты Верховной Рады. Сейчас как бы должно идти беспоревное заседание, на котором устанавливаются результаты по одномандатному округу. То есть оно еще не закончено, потому что протокол еще не подписан на данный момент. Никого из членов избирательной комиссии в здании мы не обнаружили. С места позвонили председателю окружкома, качеру Юрию Владимировичу. На звонок ответил женский голос и сообщил, что председатель спит. Но на телефонный звонок он все же ответил. Беспрерывное заседание в окружной комиссии идет сейчас или не идет? Не идет, что значит. Не идет? А про ту... Нет, естественно, нет. Мы прервали, мы не прервали, мы... Господи, как же правильно творил этот глагол. Мы рассматриваем... Господи, как же правильно сказать? Рассматриваем варианты... Господи, сейчас я не готова даже сказать вам формулировку. Мы формулируем, образовываем. Господи, как же там сказать? Обсуждаем. Обсуждаете? А где вы обсуждаете? Каждый обсуждает, там где хочет. Мы обсуждаем. Каждый дома обсуждает? Кто дома, кто на работе, в чем проблема? Как пояснил нам председатель комитета избирателей Украины, проблема есть. Сегодня они решили... Ну, эту ситуацию можно характеризовать исключительно как халатность, вопиющую со стороны окружной законодательницы и грубейшее нарушение избирательного законодательства. До того момента, пока комиссия не составит итоговый протокол об результатах голосования и не вывесит один из его экземпляров на информационном стенде и не выдаст остальные всем листам, которым положено, наблюдателям и так далее, комиссия не имеет права прерывать заседание и куда-то удаляться. По словам присутствующих бюллетеней, протокол участковых комиссий опечатали в актовом зале, на втором этаже. Правоохранители заверили, что сохранят помещение и бюллетени нетронутыми до утра. Днем мы вернулись в администрацию, чтобы все-таки пообщаться с председателем окружкома. На месте его не оказалось. Отлучился по организационным вопросам, пояснил нам член комиссии и предложил подождать. И рассказал, что 100% протоколов участковых избирательных комиссий были обработаны еще вчера. Данные были переданы в ЦИК. Сейчас идет подготовка нашего протокола. Заканчивается заседание комиссии. Мы вывешиваем протокол. И все, кто хочет, получают экземпляры в течение трех дней. На вопрос о том, было ли прервано заседание комиссии и почему накануне вечера мы не застали в здании администрации ее членов, Сергей Чекунов ответил так. В районе пол-одиннадцатого вечера не застали никого из комиссии. А вы хотите сказать, что на тот момент, в пол-одиннадцатого вечера, вчера здесь голова комиссии находился? Да, конечно. Я находился здесь. Может быть, я вся в два ночи уснул, и мне стучали, я не проснул. По словам председателя, работу ночью не прерывали. На момент приезда нашей съемочной группы члены окружкома в здании были. Просто разошлись по более теплым уголкам райадминистрации, опечатав бюллетени в холодном актовом зале. И продолжили готовить протокол заседания, сохраняя кворум из минимум десяти членов комиссии. Кого-то действительно отпустили домой. Кто-то поехал домой помыться. Помыться надо, как вы считаете, если 36, мы там 40 часов здесь находим. Кто-то поехал помыть зубы, я поехал побриться. К 12 дня в райадминистрации собрались все члены окружкома. После чего бюллетени из актового зала все же переместили в комнату сейф. Юрий Качур заверил в присутствии наблюдателей и милиции. На вопрос, почему не сделали этого вчера вечером, ответил. У нас в комиссии 18 человек, и только четверо мужчин в состоянии носить тяжесть. А поскольку это уже был девятый час вечера, то безусловно, а работали мы к этому времени уже приблизительно 34-35 часов без перерыва, то безусловно физически вчера мы сделать не могли. Председатель заверил, что к вечеру на стенде появится бумажный протокол заседания кружкома с мокрой печатью. А всю необходимую документацию в Центральную избирательную комиссию отправят приблизительно в 2 часа ночи.